Привет, танкисты! Не так давно покатался на М41 Walker Bulldog. Машина заинтересовала, но в то же самое время появилось ощущение, что раньше она была лучше. Раньше это когда только появилась в нашей игре. Именно тогда грозный бульдог наводил ужас на врагов почище Хелкота. Но все меняется и вот уже в этот заход бульдог по моим ощущениям стал гораздо менее опасным зверем. Ну и перед тем как мы отправимся знакомиться с характеристиками машины, неплохо было бы с ней познакомиться. Ну и так, в 46-49 годах для замены устраивающего Чаффи был спроектирован М41. Машина также обладала мобильностью, но отличалась прежде всего усиленным вооружением. Хотя надо отметить, что актуальное 76-мм орудие бульдога довольно скоро сошло на ноль, поскольку в грядущих военных конфликтах его уже поджидали более современные танки. Война во Вьетнаме стала суровым испытанием для М41 и своеобразным закатом. К тому же на смену бульдогу уже спешил М551 Шеридан, но карьера нашего героя на этом не закончилась. Бульдоги после снятия с вооружения в США стали источником запчастей для САУ и бронетранспортеров, а также для другой разнообразной техники. Кроме того, М41 с этого времени стали экспортироваться в разные страны. Всего порядка 30 стран получили М41, в том числе государства-члены НАТО, государства Азии, Африки и Латинской Америки. Так мы видим, география у танка широкая, ну и биография тоже интересная, хотя мне самое лучшее все-таки хлебнул этот танк, и в особенности во Вьетнаме. Ну что ж, перейдем к нашим характеристикам. Как у нас водится, рассматривать танк мы начнем с вооружения. Ну и так, у нас стоит 76-мм орудие М32. Перезарядка с экспертами 6,2 секунды. Основные снаряды, которые нам предстоит использовать, ну по крайней мере, я для себя так решил. Это БПС, являющимся поддоном М331А2. Это, в принципе, неплохой снаряд, основной, но есть к нему масса вопросов. Ну и так, 232 мм в упор пробиваем, ну и начальная скорость полета снаряда 1231 метров в секунду. Ну то есть с баллистикой все хорошо. Ну и второй снаряд, это новинка, не так давно они не появились, дымовые или дымные снаряды. Там, в общем-то, смысл в том, что мы можем его где-то прокидывать перед собой целью закрывать себя, либо какие-то проезды закрывать так, чтобы проскочить их и противник у вас не попал. В общем, вот его также стоит возить в небольшом количестве. Ну, от трех до пяти штук, я думаю, вполне хватит. Ну и что касается нашего бронебойно-подкалиберного, стреляющегося поддоном, вернемся к нему. Да, он неплох. И временами мы можем и ваншотить, но бывают случаи, когда мы устраиваем врагу иглоукалывание, бестолковое, бессмысленное. Ну а если мы еще возьмем дистанцию, то, в общем-то, там еще и не пробитие всякого рода. И чем толще машина противника, тем чаще это случается. Ну и не факт, что вы при этом выживете, при этом иглоукалывание. Заметили у вас, то, скорее всего, отработают. Ну а брони у нас как бы нету. И скоро мы о ней поговорим. Порадовала башня, а точнее скорость наведения. Все-таки там 33,8 градуса в секунду. Довольно быстро и реально успеваешь довернуть. Но есть и небольшая проблема. Ну как небольшая? На самом деле серьезная. Вот скорость уже вертикального наведения печалит. Там всего 3,76 градуса в секунду. Это с экспертами. Да, можно взять асов и станет 4 градуса в секунду, но сильно не спасает. Как правило, большинство моих уничтожений случались именно по этой причине. Просто не успевал поднять или опустить ствол. К сожалению, в ближнем бою это очень серьезно мешает. Ну и вот УВНы шикарные. Пушка опускается на 10 градусов, поднимается на 20. Да, можно играть от рельефа, но крайне осторожно. Почему? Ну, потому что брони как бы нет. Ну и переходим к этой самой броне. Что же там с ней? Башня во лбу 25 миллиметров. В маске сумме где-то 56 миллиметров. Ну, в общем, немного. Это не те показатели, чтобы чего-то там отбивать. Борта 25,4 миллиметра. Корма 25,4 миллиметра. Командирская башенка 31 миллиметр. Ну, как бы тоже не сильно хорошо. Крыша башни всего лишь 19 миллиметров. Здравствуйте, авиация. В общем, забирать можно это там легко. Что касается корпуса. В ЛД 25,4. Ну, да, под углом, но опять-таки погоды не делает. И на ЛД 31,7 также под углом, также погоды не делает. Ну и борта 25,4 миллиметра. Ближе к корме. Там вообще под 19 миллиметров. Крыша корпуса от 19 до 12 миллиметров. Ну, то есть, как мы видим, здесь с броней все очень плохо. Да, есть машины, где еще все хуже. Но все-таки на бое 6,3. Не имея нормального ствола, не имея стабилизации, в общем-то, имея такой огромный силуэт, сложно бывает выживать. Ну и снаряды, опять-таки, не самые лучшие, как я уже сказал. Порой на дистанции не хватает бронепробития, но это бог с ним. Там, ладно, можно как-то жить. Но вот за броневое иногда просто печалит. К сожалению, ну, это так лично по моим ощущениям. Ну и теперь рассмотрим ходовые характеристики. Все-таки они, в принципе, нормальны. Максималка 72 километров в час заявлена. Ни разу не развивал. Ну, просто то враги появлялись, то я поворачивал. Ну, вот, допустим, допустим, это так. В принципе, набирает танк неплохо скорость. Поперещенки держат примерно 40 километров в час, в зависимости от типа, конечно же. Ну и чтобы вообще прикинуть, насколько этот танк резвый, следует посмотреть на удельную мощность. Она у нас 21,7 лошадиных силы на тонну. Ну, то есть очень даже хорошо. Но вот, к сожалению, назад мы едем со скоростью всего лишь 10 километров в час. Раз 10. Это при том, что нам очень часто приходится сваливать, поскольку мы, допустим, кого-то не пробили, прикошетнули, либо уничтожили заряжающего всего лишь. И вот противник уже наводится на вас. И да, бывает не очень хорошо. Ну, вот, собственно, есть все эти негативные моменты. И они очень серьезно портят картину. Ну и, как я уже замечал, если мы попадаем высоко, играть приходится собрано, хладнокровно. И, к сожалению, какого-то кайфа от этого я не получаю. Ну, а вот попадая ниже, в принципе, резвишься неплохо. Снаряда хватает, чтобы уверенно пробивать танки противника, избирать их, иногда и ваншотить. В общем, здесь как-то все повеселее и интереснее. И вот эти два боя тому свидетели. Надеюсь, у вас будут именно такие бои, без прожигания стульев и прочего-прочего. Все-таки есть проблемы у бульдога. И когда-то он был очень грозным, у него было замечательное бронепробитие, он был чуточку быстрее. Но сейчас этого нет. И из грозного бульдога машина превратилась в чау-хуа-хуа. По-моему, так. В общем, на этом все. Если видео вам понравилось, вы знаете, что делать. А я с вами прощаюсь. Крепкой брони и хорошего настроения.